Главная интрига наступившего ноября. Состоится ли встреча лидеров России, Азербайджана и Армении? Будет ли подписано соглашение о демаркации границы и разблокировании транспортных коммуникаций? Российская и азербайджанская стороны традиционно не подтверждают и не опровергают подобные встречи. В свою очередь армянский министр иностранных дел Арарат Мирзаян заявил, что в годовщину окончания Второй Карабахской войны встреч не запланировано. Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Эльхама Алиева на 9 ноября не запланирована. Встречи в таком формате в настоящее время не запланированы. При этом в настоящий момент регулярно и практически постоянно обсуждаются предложения о разных встречах в разных форматах. Можно предположить, что в результате таких возможных встреч может и будет опубликован какой-то согласованный текст. Однако в СМИ просачивается информация, что трехсторонняя встреча все-таки состоится ориентировочно 8 или 9 ноября в Москве. На встрече ожидается подписание трехсторонних заявлений. Документ будет касаться процесса делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Также ожидается заявление о разблокировке транспортных коммуникаций в регионе. Тональность премьера Армении Никола Пашиняна в последнее время также указывает на скорую встречу. Так и на неделе премьер Армении признал, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы должен быть осуществлен по советским картам. Карты, о которых говорил президент России, если не на 100%, то на 99% совпадают с законом об административно-территориальном делении Армении. Именно этот закон показывает территорию Армении, а границы, как де-юре категория, конечно, обозначаются другим законом. Считаю, что да, эти карты нужны. Нужны эти обсуждения. Важно, чтобы Россия, в том числе в качестве страны сопредседателя Минской группы ОБСЕ, имела вовлеченность в этом процессе. Напомню, недавно Владимир Путин заявил о наличии таких карт на заседании Международного клуба «Валдайт». Есть очень простые прагматичные вещи. Да, карты, потому что в генштабе Российской армии находятся. Карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период. Теперь главная интрига. Как пройдет граница? Российские эксперты уверены, что там все очевидно. На этих картах рабах будет обозначена территория Азербайджана. Да, очевидно, да, что соответствует истине. И в Армении тоже отдают себе отчет в этом, судя по тому, что я видел в армянских СМИ. Но не все политические силы согласны с Пашиняном в Армении. На неделе оппозиционные блоки Армении и честь имею. Предложили заявление, в котором фиксировалось, что государственные границы определяются на основе международного права на основе Венской конвенции ООН, согласно которой, в числе прочего, недействительно любое соглашение о границах с применением или угрозой применения силы. Кроме того, отмечалось, что ни одно лицо, представляющее республику Армения, не может вести переговоры письменные или устные, которые противоречат указанным требованиям. Проще говоря, реваншисты в лице оппозиции хотят воспрепятствовать Пашиняну подписывать документы о демаркации границы. Однако правящая фракция гражданский договор отказалась участвовать в голосовании и заявление не было принято. Конечно, Пашиняну будут стараться вставлять палки в колеса, но в России уверены, что сегодня это единственный армянский политик, который может завершить многолетний конфликт. В чем проблема начала процесса? В отсутствии политической воли в Армении, в отсутствии желания, я надеюсь, уже оставшегося в прошлом, отсутствии возможности у Николы Пашиняна сделать это, не поставив под угрозу свою власть, чего он делать никогда не хочет. Интересы Армении для него важны, своя власть для него, мне кажется, важна не меньше, и поэтому он вечно пытается все эти вещи соединить. При этом это не так уж и плохо, потому что мы понимаем, что под властью Пашиняна Армения хотя бы готова к какому-то конструктивному взаимодействию, и мы только представить себе можем, что было бы под властью другого премьера, который был бы реваншистом. Армянские реваншисты мешают не только Пашиняну, но и Путину. В Кремле приветствуют поступательные шаги, поэтому, скорее всего, трехстороннее соглашение не будет масштабным. Скорее, это будет определенный шаг по форме и большой по сути. Начало делимитации – это начало процесса окончательного примирения. Любая договоренность на пути к сближению двух государств будет большой победой лидеров России, Азербайджана и Армении.